Образовательная программа дополнительного образования детей и молодёжи реализуется в учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи, а также может реализовываться в дошкольных учреждениях и иных организациях. Важно, что это должны быть юридические лица, получившие лицензию, но никак не индивидуальные предприниматели. Образовательные услуги дополнительного образования детей и молодёжи могут оказывать только юридические лица, то есть организации в виде ОДО, ЧУП, ООО и так далее. Индивидуальные предприниматели такую деятельность осуществлять не могут. По сути дела это является нарушением действующего законодательства об образовании. Есть факты, свидетельствующие о том, что в таких организациях или индивидуальными предпринимателями это пока непонятная форма, поскольку некоторые даже работают по российской франшизе, в этих организациях велась преступная деятельность по отношению к несовершеннолетним. Это вызывает еще большие опасения, поэтому государство еще ранее стало предпринимать определенные шаги для того, чтобы эту деятельность упорядочить. Чтобы оказывать образовательные услуги у частного юридического лица должны быть лицензии образовательной планы программы «Компетентные специалисты с педагогическим образованием». В 2021 году по предложению Министерства образования были внесены изменения в классификатор видов экономической деятельности, где четко обозначено, какие виды деятельности являются лицензируемыми, какие не лицензируемые, в каких сферах могут оказываться образовательные услуги. А это сфера образования, это сфера культуры, это сфера спорта и туризма в основном. Хочу отметить, что на сегодняшний день в некоторых случаях со стороны тех, кто занимается оказанием образовательных услуг, идет подмена понятий. В чем она заключается? Индивидуальный предприниматель заявляет о том, что он оказывает образовательные услуги в образовательном центре, называет свою деятельность школой, школой искусств, школой развития и так далее, и так далее. Но как индивидуальный предприниматель он этим видом деятельности заниматься права никакого не имеет. Я повторюсь, что этим видом деятельности можно заниматься только юридическое лицо, имеющее свой устав, выполняющее все требования законодательства по отношению к себе. Если у частного лица возникают вопросы с организацией образовательного процесса или правильным оформлением документов, то он всегда может обратиться в районные администрации или Брестский горисполком. Они должны, самое, наверное, существенное в этом плане, согласовать свои образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи с органами управления образованием. В частности, с отделом по образованию Брестского городского исполнительного комитета. Для того, чтобы таким юридическим лицам это было проще сделать, на сайте отдела по образованию Брестского горисполкома размещены две вкладки. Первая называется «Лицензирование образовательной деятельности», вторая называется «Согласование программ дополнительного образования детей и молодежи». Вот во второй вкладке «Согласование программ дополнительного образования детей и молодежи» заинтересованные могут найти все нормативные документы, касающиеся деятельности в этом направлении. Они могут найти критерии отнесения к тому или иному виду деятельности. Они могут узнать о типичных ошибках, характерных при оказании населению услуг дополнительного образования детей и молодежи. И, конечно же, мы там разместили необходимые методические рекомендации по подготовке программ дополнительного образования детей и молодежи. Там размещена презентация. Необходимые дополнительные консультации можно получить, обратившись в отдел по образованию Брестского городского исполнительного комитета. Аналогичные информации размещены на сайтах управления по образованию двух администраций Ленинско-Московского района города Брест. Юридическим лицам также не стоит забывать о том, что деятельность учреждений дополнительного образования подвергается контролю и надзору со стороны соответствующих учреждений государственной власти. Он направлен на проверку качества предоставляемых услуг с соблюдением норм безопасности и санитарных требований.